Руководитель районного управления образования Ирина Губкина совместно с главным врачом районной больницы Еленой Тюменцевой в ходе селекторного совещания рассказали сотрудникам педагогической сферы о важности и необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции. Какие вопросы задавали педагоги, расскажем прямо сейчас. Учителя, воспитатели, методисты и другие специалисты, отвечающие за организацию образовательного процесса, так же как и медперсонал, в большей степени подвержены риску заражения ковидным вирусом. По указу президента страны, а также по распоряжению губернатора нашего региона, в первую очередь прививаться будут те категории граждан, которые входят в группу риска. Об этом рассказала своим коллегам руководитель РОО Ирина Губкина. Уважаемые коллеги, прежде чем давать совет, стоит ставить прививку или не стоит, подумайте, пожалуйста, о том, что вы тем самым берете на себя ответственность за здоровье, за жизнь того человека, которому вы даете этот совет. Советы должны давать все-таки люди компетентные, это первое. Второе, все-таки стоит задуматься о том, что почему рекомендовано, чтобы все-таки в первую очередь прививались врачи и учителя. Те люди, которые обеспечивают именно надежный тыл, это врачи, спасают, лечат людей, учителя, воспитатели, которые работают с детьми, работают с будущим, как говорится, нашей великой большой нации. И поэтому здесь все-таки вы, люди умные, проанализируйте, подумайте, прежде чем что-то говорить, рекомендовать. И все-таки вакцинация, которая будет в ближайшее время у нас в Северо-Несельском районе проходить, которая проходит по всей России, она все-таки в первую очередь должна помочь нам пережить третью волну. И все-таки, чтобы мы все были живы, здоровы, чтобы все было у нас нормально. На связи с главврачом были все поселковые школы, в том числе и с самых отдаленных территорий нашего района. Елена Тюменцева в формате видеоконференции рассказала участникам о принципах и методах вакцинирования. Также пояснила слушателям, почему сейчас возникает крайняя необходимость ставить вакцину и какие могут возникнуть неблагоприятные последствия в случае отказа от прививки. Дело это добровольное, и каждый сам должен для себя решить, стоит ли обезопасить свое здоровье или пустить все на самотек, подвергая себя и своих близких опасности заражения. Вопросов в ходе селекторного совещания возникало не так уж и много. Основные касались противопоказаний при вакцинировании и возможных побочных эффектах. Значительное внимание было уделено вопросу о том, как прививка может сказаться на членах семьи провакцинированного человека, не возникнет ли угроза заражения для них. На самом деле, человек, которому сделали вакцину от коронавируса, он не опасен для окружающих абсолютно ни в какой из периодов времени, но маску носить нужно в любом случае. Масочный режим отменяться не будет, даже если мы все 100% привьемся, потому что прививая себя, это не значит, что мы на 100% гарантируем то, что мы не заболеем. Пациент может заболеть даже привитый, но заболевание он перенесет в более легкой форме. Разъяснительные беседы были организованы в очной форме и для сотрудников самого управления образования, а также индивидуально с коллективами детских садов и школ райцентра. Вопросов больше не осталось. Время принимать решения. Яна Клюева, Александр Еськин, Северо-Несельская информационная служба. Продолжение следует...